Герои известных мультфильмов заговорили на языках народов Карачаева-Черкесии. В черкеске зрители могли увидеть звездных персонажей на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Кто организовал показ и насколько этот проект важен для жителей нашей многонациональной республики, расскажет Алла Качеева. Возможность посмотреть известный мультфильм на большом экране, причем на своем родном языке, была у каждого жителя Карачаева-Черкесии. Бесплатный показ мультипликационных картин на карачаевском, абазинском, нагайском и черкесском языках во Дворце культуры Черкесии организовал Ставропольский Карачево-Балкарский культурный центр «АЛАН». Это актуальная проблема изучения родного языка подрастающим поколением. И мы считаем, что различные фильмы, мультфильмы, особенно которые будут трансформироваться на больших экранах, они благотворно влияют на стремление изучения родного языка. А народ, который позвал свой язык, он лишается части себя, самой идентичности и со временем растворяется в том округе, в том народе, среди которого он проживает. Поэтому, дабы не допускать подобных ситуаций, вот мы решили сделать такое мероприятие. Я надеюсь, это наше хоть и первое подобное, но не последнее мероприятие. И вот на экране мультфильм «Зверополис», герои которого заговорили на карачаевском языке. Работа по дублированию на родной язык была проведена силами Ставропольского культурного центра «АЛАН». Мультфильм в итоговом варианте стал носить наименование «Ставрополис». Картину уже увидели около двух тысяч зрителей, которые оставили много положительных отзывов. Мне очень понравилось. Это было очень круто. Там смешные моменты, грустные. Мне очень понравилось. Придёшь ты на следующий мультфильм? Да. Хочу, чтобы почаще было так. Организаторы уверены, что показы этих мультфильмов заключаются не только в популяризации родного языка, также это способствует укреплению культурной идентичности. Они очень важны. Они очень нужны. Наше новое поколение, которое разговаривает наполовину на родном языке, наполовину на русском языке, думаю, как говорит, нет языка, нет нации. Нужно сохранять нашу нацию. Наши предки старались её сохранять. Многое терпели за этого. Думаю, что на сегодняшний день для нашей нации это на первом месте. Я считаю, что очень важны для того, чтобы наше подрастающее поколение больше, как бы, ближе к языку было, и чтобы язык понимали и разговаривали на нём. Ну, я думаю, очень полезно это будет. Вниманию зрителей был представлен мультипликационный фильм, пополнивший адыгскую кинотеку «Голливудский король лев». Поучительные моменты, где герои учат дружить, взаимовыручки, в целом интересный сюжет и харизматичные персонажи. Очень понравились пришедшим на просмотр. Мне очень понравилось. Ну, были немножко грустные сцены, немножко весёлые. А всё ли ты понимала вообще мультфильмы? Да. На экране Дома культуры Черкесска сказочная Рапунцель заговорила на абазинском. Известный и любимый многими мультфильм перевели на один из сложных языков мира по просьбе родителей, которые хотели, чтобы их дети смотрели анимационную ленту и заодно изучали родной язык. Если честно, я когда увидела афишу, мне было очень приятно, потому что наши дети, к сожалению, теряют этот язык. Особенно вот абазинский язык. И я с удовольствием, хотя, к моему сожалению, мои дети абазинский язык не разговаривают на абазинском, но понимают, они с удовольствием посмотрели. И я вот поняла, что с этого дня я буду с ними разговаривать, потому что для сохранения языка, для сохранения культуры абазинского это всё нужно, это всё очень важно. Сезон охоты, переведённый на нагайский язык, также никого не оставил равнодушным. Мультфильм не только смешной, но и познавательный. Он рассказывает о том, что даже вопреки обстоятельствам нужно быть всегда человечным, понимающим, добрым, не бояться опасности. А главное – не предавать друзей никогда. Весь контент, который направлен в сторону детей, они очень быстро это впитывают и очень быстро как-то отражают в быту, в их поведении. Поэтому очень важно с малых лет прививать нашему младшему поколению, да и не только младшему, сейчас, в принципе, всему молодому поколению. Любовь к родному языку, любовь к общему такому ментальному, национальному самосознанию. Вот, ну, несомненно, это большое и непосредственно такое приоритетное значение имеет. Мультфильмы становятся инструментом передачи народных традиций и историй. Они помогают молодому поколению лучше понимать свои корни и обычаи. Сохранение языка через арт-культуру – важный шаг для будущих поколений, уверены организаторы. Алла Качива при содействии Ставропольского Карачаево-Балкарского культурного центра «АЛАН» в Вести Карачаева, Черкесия.